Все старталы взяли шампунь на рублям консайен. Красота – великая сила! Даже буренком наводят марафет. Коровы племенного хозяйства Козыл-Юл Балтасинского района не раз получали золотую медаль на престижных конкурсах коровьей красоты. Правда, жюри поражали не только внешние данные, но и физические возможности. 61 килограмм молока с одной дойки – невиданный рекорд! Это как минимум в шесть раз больше, чем возможности каждой среднестатистической коровы. В ноябре 2013 года такие коровы-рекордсменки и просто красавицы отправляются в Черемшанский район на ПМЖ. Это был своего рода жест взаимопомощи. 500 голов крупнорогатого скота из передовых племенных хозяйств должны были повлиять на вспавший рейтинг района. В хозяйствах Черемшана скотину косит туберкулез, район не может оправиться от результатов выявленных приписок. Теперь уже бывший глава Черемшанского района Наиль Зарипов лично подает челобитную в Казанский Кремль. Уважаемый Рустам Нургареевич, обстановка в животноводстве остается крайне неблагоприятной. Просим вас оказать финансовую помощь для покупки племенных нетерей в количестве 500 голов на сумму 50 миллионов рублей. Это был подарок судьбы. Главное государственное сельскохозяйственное управление по племенному делу впервые в истории Новой России по распоряжению Кабинета Министров создает беспрецедентное постановление. Лучшие отборные буренки племенных хозяйств из Балтасей Черемшанский район получает практически даром. За 50 копеек за каждый килограмм веса. То есть, если одна корова в среднем весит 450 килограммов, то район ее приобрел за 250 рублей. Когда рыночная стоимость коровы составляет не менее 120 тысяч рублей. Разница более чем в 500 раз. Где можно купить корову за 250 рублей? Согласно постановлению, племенные хозяйства продают 500 голов Черемшанскому району всего за 130 тысяч рублей. Взамен им из бюджета республики выделяется субсидия компенсации в размере 30 миллионов рублей. Никто не остался в накладе. Черемшанский район получает дешевых коров, племенные хозяйства свои деньги. Из 500 голов большая часть 346 попадает в село Старое Кадзеево в хозяйство Радиса Камалова, который, как оказалось, также был любителем эпистолярного жанра. Уважаемый Наиль Шамильевич, прошу вас помочь в финансировании на покупку племенного скота, так как в настоящее время фермерское хозяйство находится в крайне тяжелом состоянии. Сохранность поголовья скота, получение приплода, эффективное использование выделенного поголовья гарантирую. Старое Кадзеево Черемшанского района весьма крепко село, вот только эта ферма на отшибе портит весь деревенский пейзаж. Дорога к этой ферме уже поросла травой, видно, сюда давно не ступала нога человека. Сзади вон остался сток старого прошлогоднего сена. А впереди пустые помещения фермы, где гуляет только ветер. Мистика, да и только июнь 2018 года. С момента привоза на эти фермы дармовых коров прошло всего 4 года. За это время, по самым скромным подсчетам, поголовье выделенного государством скота должно было, как и зарекался господин Камалов, увеличиться как минимум в три раза. Но ни одного животного на территории фермы обнаружено не было. На минуту. Речь идет не о хомячках, которых можно спрятать за пазухой. Куда делось огромное стадо. А вот и сам глава фермерского хозяйства Радис Камалов, получивший крупный бонус от государства. Живет и здравствует в деревне и по сей день. На вопрос об исчезновении казенного парнокопытного имущества отвечает с невозмутимым спокойствием. Все племенное стадо скончалось от непродолжительной болезни. Все 346 коров померли при первой же возможности. У нас в племенных хозяйствах скот не может быть больным или каким-то. Так как каждые пять год они проводят переаттестацию, полный перечень исследований ветеринарных проходится. По словам специалистов, каждая болтасинская золотоносная корова имела ветеринарное свидетельство, подтверждающее ее абсолютное физическое здоровье. Более того, господин Камалов лично приезжал и животных отбирал себе сам. Под каждой коровой стоит его личная подпись. Предприниматель Радис Камалов всего за четыре года уже запамятовал о своем письменном прошении и о своих обязательствах. Честное слово фермера оказалось пустым звуком. Всю вину на произошедшее горе фермер сегодня валит на бывшего главу, который якобы чуть ли не насильно заставил предпринимателя взять это тяжкое бремя на себя. На руках руководства сельхозуправления Черемшанского района нет никаких правоустанавливающих документов. Постановление действительно было. Есть договор купли-продажи скота между племенными хозяйствами и предпринимателем Камаловым, где как раз и значится, что с момента оплаты племенной продукции право собственности перешло к заказчику, то есть к нему. Радис Камалов действительно стал полноправным хозяином. И этим правом он, как оказалось, воспользовался уже через несколько месяцев, после того, как в деревню пригнали стадо. Пропавших буренок сегодня ищут и в Казани, и в Черемшане, и в Ульяновске. 15 апреля 2014 года, буквально через пять месяцев, Радис Камалов отписывает весь племенной скот некой ульяновской компании «Век» за долги. Они по-любому обещаны, да? Они законно мои, по документам вообще. Мифическое стадо сегодня ищут кредиторы всех мастей. Хозяйство находится в процессе банкротства. С КФХ Камалова пока безуспешно пытается взыскать 15 миллионов рублей. Чтобы погасить эти долги, конкурсный управляющий пытается обнаружить на пустых фермах хоть какое-то имущество, в том числе 346 голов. Коров, куда делал имущество? А, скушал? Так объяснил он мне. Эта история могла бы стать хорошим сюжетом для мистического триллера, где Камалову отведена воистину главная роль. Но в этой истории вопросов много, и помимо исчезнувших коров, почему именно радист Камалов стал претендентом на получение такого заветного куша? Депутат районного совета, предприниматель, бизнесмен, имеющий, по словам местных жителей в деревне, весьма сомнительную репутацию. Именно в хозяйстве Камалова годами ранее были зафиксированы многочисленные факты заболевания животных. Именно в его хозяйстве годами ранее во время проверок выявлялись нарушения в содержании коров. Если бы не одно «но». Как получается, вот кому-то дает, а кому-то не дает. А чего это, как вы думаете, зависит? Не скажу это. Не скажете? Так, за красивые глаза, наверное. Ивзира Юзаева, Роман Безменов и Хамид Шамсеев. Семь дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова